Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Будущие «Анапы» в лицах. В городском театре чествовали тех, кому везде у нас дорога. В тылу врага. Ветераны партизанского движения рассказали, как сумели мир прикрыть собой. Путевку в большой спорт. Анапские волейболистки стали чемпионками всероссийского турнира. В «Анапе» будут активнее поддерживать молодых предпринимателей. Об этом стало известно на церемонии награждения молодых активистов, добившихся успехов в области спорта, культуры и искусства, образования, общественной деятельности. Лучшие из лучших получили премии и благодарности главы города-курорта Сергея Сергеева. В этом году более 40 награжденных. Среди них волейболистки школы «Олимп» в поселке Виноградный. Студенты, которые принимали участие в соревнованиях молодых профессионалов. Тимур уже практически дипломированный каменщик. Готовится пойти в армию. В этом году он представлял «Анапу», в том числе на всероссийских соревнованиях. Главное же участие, это во-первых. А во-вторых, то есть все равно так встречают. И мне вообще сказали, как бы ты лучший, никого не слушай, они там не понимают. То есть очень приятно было. Если еще пару лет назад в «Анапе» работали 29 подростково-молодежных клубов, то в этом году уже 43. Своеобразный костяк движения – Патриотический центр «Радмир» и центр «21 век». Екатерина в прошлом году курировала школу волонтеров. Новое направление. Нравится, это прям мое, я чувствую. Люблю молодежь, люблю мероприятия, люблю движения, вот такие всякие. Мое. Среди награжденных – молодые педагоги, рабочие, служащие, а также те, кто помогает молодежному движению в городе-курорте. В целом, «Анапская молодежь» – это активнейшая часть населения. Ваша, в том числе и критика, очень сильно помогает и серьезно помогает движению в этот период. Мне импонирует ваше отношение к старшему поколению. Начиная от поисковых мероприятий, устанавливая историческую справедливость и заканчивая честным, простым вниманием к людям-дружениям, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Городское управление по делам молодежи стало лучшим в крае по итогам 2016 года. Уже в этом году знаковым событием здесь считают участие в краевой поисковой экспедиции «Имя Кубани». Сейчас не хватает действительно героев нашего времени. Мы стараемся на территории не только Анапы, но и всего Краснодарского края найти таких молодых людей, которые действительно были бы достойны подражания, признания и действительно, которые бы являлись ориентиром для нашей молодежи. В ближайшее время в Анапе планируют более активно работать с молодыми предпринимателями. В частности, речь об информационной поддержке. Проект будут реализовывать в контакте с Краевым министерством образования, науки и молодежной политики. Вся Россия! Руководитель направления развития фонда содействия выполнения государственной программы «Доступная среда» Никита Ванков и руководитель военно-патриотического исторического клуба «Черномор» Андрей Коробков. Своими делами молодые люди ежедневно показывают пример активной жизненной позиции неравнодушного отношения к Анапе, Кубани и России. И еще одни молодые спортивные принесли Анапе славу. Наши спортсменки стали лучшими на первенстве профсоюзов России по волейболу. Турнир длился 7 дней. Всего в нем приняли участие 25 детских команд из 23 регионов страны. Сегодня в спортивной школе «Виктория» состоялась финальная игра, на которой хозяева турнира доказали свое превосходство. За первое место сражались спортсменки из Анапы и Курганинска. Всю игру команды шли практически наравне, но в последней партии анапчанки смогли выхватить победу у соперниц. Полина Братькова занимается в спортивной школе «Олимп» уже 5 лет. Говорит, что тренировки были очень тяжелыми, но в полной мере себя оправдали. Счастье, радость и какое-то более... Ну, почувствовала, что мы дружная очень команда. Мы, если честно, боялись даже их немного, а потом разыгрались и все. Первенство проходило в два этапа для разных возрастных групп. Всего в нем приняли участие 25 команд. Анапу представили волейболистки из спортивных школ «Виктории» и «Олимпа». Тренеры отмечают высокий уровень спортивной подготовки в городе. Спортсменки «Олимп» уже становились чемпионками в 2004 году. И это далеко не единственное их достижение. С волейболом, слава богу, хорошо, особенно с женским. Уровень очень высокий, поэтому у нас, получается, здесь все мероприятия проводятся спортивные. И мы всегда в лидерах на этих мероприятиях. То есть по достоинству. Видите, какая борьба была, напряженнейшая. Тут судейство самого хорошего уровня, и девочки готовы великолепно. Игры первенства профсоюзов России по волейболу Анапа принимает девятый раз. Организаторы намерены и дальше проводить их на курорте. Во-первых, это престиж, что в городе Анапе проводятся всероссийские соревнования. Это раз. Потом это агитация развития волейбола. Потом у вас была команда мастеров, женская, которая играла в чемпионате России. Но, к сожалению, из-за финансирования ей пришлось прекратить свою деятельность. А так всегда она была кузнецей подготовки наших кадров. У команды «Олимп» уже расписаны планы на ближайшее время. Менее чем через месяц спортсменки будут защищать честь страны на первенстве Европы среди молодежных команд по пляжному волейболу. Совсем недавно администрация предоставила их школе в поселке Виноградный отремонтированный спортивный зал. В обновленном зале они начнут готовиться к чемпионату мира. А если девушки покажут хорошие результаты, через год примут участие в Олимпийских играх в Аргентине. С 1 июля в Анапе увеличится стоимость проезда на общественном транспорте. Мера вызвана неоднократным повышением цен на запчасти и топливо. Последний раз анапские перевозчики поднимали цены два года назад. Городские и пригородные маршруты муниципалитета обслуживают 9 транспортных предприятий. Это почти 400 автобусов малой и средней вместимости. В автопарке предприятие «Старт» насчитывается около 130 транспортных средств. Руководитель фирмы Александр Азарян говорит, что с таким ростом цен на топливо и обслуживание скоро придется работать в убыток. На сегодняшний день топливо подняли в цене, запчасти поднялись в цене. Автобусы надо новые приобретать, подвижной состав менять. Вот два низкопольных автобуса купили вот такой марки «ПАЗ». Четыре «ПАЗа» купили новых по программе. Если бы не поднимали запчасти в цене, топливо не поднимали в цене, мы бы ездили по одному тарифу. Позиция администрации города в данном вопросе однозначна. Повышение не должно ощутимо сказаться на кошельке анапчан. И несмотря на то, что стоимость проезда в общественном транспорте в городах Кубани уже давно доходит до 22 рублей, удалось достигнуть договоренности с анапскими перевозчиками не поднимать тарифы до краевого уровня. С перевозчиком были проведены рабочие встречи по планированию тарифа. Была достигнута договоренность, что все перевозчики сделают это в экспертных предприятиях. То есть это подкреплено все заключениями экспертизы об установлении максимально предельного тарифа. Чтобы не было необосновано завышенных тарифов. Независимую экспертизу провела Анапская торгово-промышленная палата. Специалисты брали во внимание расчет доходов и расходов перевозчиков, средний уровень доходов населения, а также опыт соседних районов. Был проведен мониторинг тарифов, которые сложились на территории Черноморского побережья, в ближайших районах. Выяснили, что тарифы находятся в диапазоне от 17 до 22 рублей. Максимально это 22 рубля. А на территории муниципального образования город-курорт Анапа тарифы составили 17 рублей в дневное время и 19 рублей в ночное время. По пригородным тарифам у нас был расчет на пассажира километр. В зависимости от протяженности маршрута. Раньше тариф составлял рубль 75, сейчас это составит рубль 93 максимальный. Стоит отметить, анапские перевозчики постоянно улучшают качество услуг. На линиях появляются низкопольные комфортабельные автобусы. Их оснащают новейшим оборудованием. В часы пик увеличивается количество маршруток. Изменение тарифного плана в том числе позволит и дальше совершенствовать транспортную инфраструктуру. Что же касается социальных групп населения, они по-прежнему будут ездить с 50-процентной скидкой. А инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны бесплатно. Стоимость проезда на муниципальных, городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок можно уточнить в салонах автобусов, а также по телефону 32111. Альтернативный водовод в Анапу запустят уже в ближайшие дни. Об этом сообщили в городском водоканале. В настоящий момент идут предпусковые работы. Трубу необходимо промыть и проверить на микрофлору. Новый водовод диаметром полметра прокладывали около месяца. Его длина более 800 метров. Это та же самая вода, которая сегодня поступает в Субсихский резервуар из реки Кубань. Нигде вода не убудет. Это означает то, что будет бесперебойная подача воды на город, так скажем, с двух водов. Со стороны Пионерского проспекта и со стороны улицы Крестьянской. Что даст только надежное бесперебойное водоснабжение в город. Если что-то на Пионерском проспекте случится, мы всегда можем подать с улицы Крестьянской воду на город. Город этого не ощутит. Наши трудности в ремонте водопровода. Памятная для России дата отмечается сегодня. 29 июня – День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны партизанами становились не только взрослые, но и подростки. Они собирали данные о вражеских эшелонах и грузах, передавали их командирам штаба. Партизанское движение на Кубани было одной из самых многочисленных. Воевать в тылу врага тогда решились более 6,5 тысяч человек. Среди них были и анапчане. Наши корреспонденты пообщались с двумя бойцами партизанского отряда Иль, которых связывает не только военное прошлое. Это же Титаренко. На фотографиях их не отличить друг от друга. Виталий и Анатолий Титаренко – близнецы. Вместе учились в Ильской школе в Краснодарском крае. Вместе помогали родителям по хозяйству. Вместе услышали голос Левитана по радио, когда началась Великая Отечественная война. Тогда им было всего по 15 лет. Не раздумывая, вслед за отцом отправились на базу партизанского отряда Иль. Основная задача партизан – разведка. Братьям достался отрезок железной дороги от Краснодара до Абинска. Ночью они подсчитывали, сколько эшелонов с немцами ехали к Новороссийску. Количество перевозимых орудий и время переправы. Да, им и не довелось сражаться на линии фронта, но они вели свою народную войну. И каждый день рисковали жизнью. Уходишь в районе железной дороги, а тут идет эшелон, а ребята, которые знали данные, подрывали. В этот момент шло преследование, пока мы старались убежать в свой отряд, на свою базу. Был момент, когда искали тоже, убегали ночью в день, подошли в дерево, залезли на дерево и сидели. Такие похожие внешне, такие похожие судьбы. Все время шли рука об руку и помогали друг другу. Даже медали и ордена у них абсолютно одинаковые. Как говорит Анатолий Данилович, за наградами никто не гнался. Просто наравне со всеми День Победы приближали как могли. Не бояться трудностей, преодолевать их, стремиться там, где тяжелее. Все время так случалось нам, мы все время там, где надо. В таком же духе они воспитали и детей, которые также не боятся трудностей, гордятся историей и самыми главными героями своей жизни. Это необыкновенно скромные, честные люди. Всю жизнь они так жили и нас с сестрой учили. Быть честным во всем и всего себя отдавать служение нашей Родине, нашей Кубани. Сейчас близнецы живут вместе. После смерти супруги Анатолию Даниловичу пришлось переехать к брату. Виталий Титаренко в свою очередь был только рад помочь. Ведь он старший брат, родился на 20 минут раньше. Это всегда проявлялось в характере и заботе. По словам ветеранов, они всегда чувствуют некую связь, даже находясь на расстоянии. Ощущают себя одним целым. В прошлом году они отметили юбилей, 90 лет. И все эти годы ни одного дня не сетовали на судьбу. Ведь трудности легче преодолевать, когда делишь пополам. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса ветчинная 209,90. Сосиски «Родионовские» 269,90. Сервилат российский 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 30 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 22 выше нуля. Ветер переменный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анап-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анап-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19.